За предстартовой тренировкой Натальи Рыжовой пристально следит тренер Паралимпийской сборной России Ирина Громова. Направляет и помогает закрепиться в коляске. Для спортсменки из Красноярска это первый серьезный старт. Удар током в 13 лет изменил жизнь Натальи. Раньше были танцы, теперь спорт. Как-то жизнь на этом не закончилась, что ли, а только началась. Я бы даже не сказала, что там наду или после как-то разделилась. Нет, просто немножечко поменялись цели. Постоянно что-то менять и пробовать – это девиз Сыакджаны Абдикаримовой. На зимней Олимпиаде в Сочи она заняла четвертое место в биатлоне. Была отобрана и на летнюю Олимпиаду в Рио, но по известным причинам осталась вне игр, но не вне спорта. Мы переключились, уже выходили на старт московского марафона, уже были воспрявшие духом. Будем бороться за то, чтобы выступать в Кенчанге. Как это не смешно звучит, будем бороться за право быть спортсменом. Во второй международной гонке на спортивных колясках в Сочи участвует 21 спортсмен, в основном российские. В их числе и 8 пара олимпийцев, которые должны были выступать на играх в Бразилии. Самое главное, что нам соревноваться, потому что когда мы не поехали, мы не смогли участвовать, сейчас нам нужны старты. Мы хотим участвовать, мы хотим тренироваться, мы в это будем делать. Победитель гонки прошлого года испанец Рафаэль Хименес-Баттелло в Сочи не приехал, так же, как гонщики из Германии. Зато гонку поддержали спортсмены из Казахстана и Армении. Для этих республик это буквально первые шаги в пара олимпийском движении. Приехали соревноваться, посмотреть, как в России соревнуются, россияне. В России первый раз. Но пока что все нормально, даже отлично, нормально приняли. Все нормально. Сочинская гонка – это полумарафон. Дистанция 21 километр. Трасса – одна из лучших. Формула-1. Для многих спортсменов даже просто побывать на Сочи автодроме – это уже большая удача. Не говоря уже о том, чтобы посоревноваться здесь. Впрочем, сочинская трасса Формула-1 – это едва ли не единственная трасса для королевских гонок в мире, которая для пара олимпийцев предоставляет такую уникальную возможность. Гонка длится около часа. Сегодня она проходила под дождем. Спортсмены используют резиновые перчатки, что значительно осложняло сцепление. В итоге первым к финишу среди мужчин с результатом 46 минут 49 секунд пришел серебряный призер Игр в Сочи Алексей Быченок. На финише его встречала жена с ребенком. Среди женщин второй год подряд победу праздновала Наталья Кочерова. Она преодолела трассу за 53 минуты 28 секунд. В принципе, я довольна в Сочи. Конечно, я шла с импульсом продаем. И на последние два круга меня не хватило, он от меня убежал. Но, тем не менее, я довольна результатом гонки. Следующая гонка пройдет в Сочи уже в следующем году. Организаторы надеются, что интерес к ней будет только расти, в том числе со стороны сильнейших спортсменов из других стран. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.